Здравствуйте! С вами сегодня снова я, Ольга, канал Питерский Сад. Сегодня мы хотим в нашем ролике осветить несколько вопросов, касающихся наших дорожек, их обслуживания, козьбы и укладки материала и камня. Вопросов было достаточно много, поэтому мы решили снять этот ролик для того, чтобы наглядно все это показать. Один из вопросов наших подписчиков был таков, как мы убираем и чистим наши дорожки, то, что касается осени, конкретно листвы, которая на них нападала. Для этого у нас есть вот такие обычные вельные грабли, работать ими очень удобно. Как я это делаю? Вот посмотрите, никакого сметания дорожки нет. Для того, чтобы с нее хорошо все сметалось, надо просто было ее получше утрамбовать. А для того, чтобы подтвердить свои слова, мы вам покажем еще одну подъездную дорожку, которой уже 5 лет. Но это будет в конце ролика, чтобы вы в этом убедились на конкретном примере. Вот так выглядит моя клумба осенью. И что я еще хочу сказать по поводу листвы. Как вы видите, здесь находится у меня очень огромный куст чебушника. Под ним всегда собирается на дорожку и на траву большое количество листьев. Сгребаются они также в элементе просто. Вот как я это делаю. И собирать их удобнее, чем с обычной травы. Следующий вопрос, который мы хотим осветить, касался бордюра вдоль дорожки. Бордюр уложен вот такой лентой канта. И звучал он так. Не будет ли газонокосилка задевать край бордюра. Мы сейчас вам это покажем на действии. Ну вот мы приготовили газонокосилку. Подключается мой супруг. Так, вот результат. Лентоканта на месте. Трава прокушена. Можно сделать дубль два. Саш, ты помедленнее, чтобы лучше было людям видно. Поехали. Пройдись еще раз по этому же месту. Пониже опустил. Правильно. Ну вот вы видели результат работы газонокосилки. На газонокосилке есть вот такой рычажок, которым можно выставлять высоту прокоса. Вначале мы косили на троечке, потом вы видели, я передвинул на двоечку. Наш бордюр целый, неповрежденный. И еще маленький нюанс. Нож косилки двигается по часовой стрелке. И чтобы не выбрасывало траву на дорожку, мы косили именно в этом направлении. Левое колесо шло по дорожке, правые колеса шли по газону. А вот так наша кломба выглядит в середине ноября. А это в середине сентября. Стоит грустная жена. Грустная осень. И ждет весны. Да, да, да. Ну, скоро будет солнышко, и все будет хорошо. Очередной ответ на ваш вопрос. Вот здесь, может быть, я, конечно, повторяюсь, но повторю. На дорожке проложен гранитный отсев. Под гранитным отсевом проложен материал, геотекстиль. Вот здесь его хорошо видно. Он заведен. Я специально его подвытащила, Саша, поближе с ними. Он заведен за камни. Поэтому трава, соответственно, здесь расти не будет. А если и будет, то она будет легко удаляться. Ну вот, как мы и обещали, показываем вам нашу подъездную дорогу. Она достаточно широкая, которой уже шестой год. Она хорошо утрамбована. Вдоль нее у меня также посажены многолетние растения. Также сыпется листва. Как видите, здесь четыре береза огромные. И листвей здесь достаточно много. Но мы справляемся, причем справляемся легко, теми же веерными граблями. Поэтому я считаю, что это очень удобное дополнение и для подъездной дороги, для машин, для транспортных средств. И также для дорожек, которые находятся в вашем саду вдоль ваших клуб. На этом хочу поблагодарить всех своих участников за то, что вы смотрите наш канал, за то, что вы с нами. Всегда рада отвечать на ваши комментарии. Спасибо вам всем большое. Надеемся, наши ролики вам пригодятся. И мы с вами скоро встретимся. До новых встреч!